камера сама включается смотрю какие-то камни опять детеныш выставил черешенка опять на кухне опять на кухне как вам девочки такое карате говорят это не показывай это не говори разговаривай на таком языке разговариваю на другом языке ходи туда езжай туда дело это не делай это говори тише говори громче как вам такое это все на моем на моем канале понимаете нет я же никого не держу кому я не нравлюсь никого не держу господи вот почему у меня вот есть такие зрители которые меня терпеть не могут но каждый раз смотрят и под каждым видимо оставить свой комментарий это как называется садомазохизм язык у меня заплетается таблетку пила хорошая такая таблеточка вообще кошмар какой-то вот тоже люди хоть и раком встань все равно никому не угодишь я так предполагала когда я делала канал что я буду показывать то что я хочу говорить о том то что я хочу а не кто-то мне будет диктовать свои условия как и чего мне делать в этом попутали что ли попутали я понимаю когда человек человек вот пишет ален вот попробуй вот так и вот так ален а вот попробую это а вот тебе вот это пошло попробую да ну вот дают какие-то добрые советы или вот у нас в жизни было тогда вот попробую вот так а это в приказном порядке то я им не воспитанная то я им сильно упитанная то еще чуть идите нахер просто нахер но есть вот ну блин большая часть конечно я бы сказала девяносто шесть процентов адекватные люди все но ей же писец какой-то писец а какая-то немка а какая-то русская а какая-то украинка а какая-то больные на голову люди я в шоке просто я в шоке если бы хотела сделать на немецком канал значит был бы на немецком если захотела я говорю по-русски значит я говорю и сделала по-русски ваше собачье дело какое вообще жесть когда вот они пишут они такие в себе уверены думают сейчас блеснем мыслей умной по итогу прости господи дуры дуры дурами детеныш мой сегодня в 4 часа уехал утра встала тоже с ним ой 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 девочки картинка не знаю какая будет повернулась не повернулась экзамен у него сегодня последний уже уехал я встала тоже в 4 но чувствую что-то нехорошо думаю пойду лягу опять лучше бы этого не делала 6 я уже опять встала на ноги у меня просто длинное мясо я ему в духовке его сделаю четыре кусочка хватит сварил супчик с фрикадельками а себе сварил другой супчик без мяса кто-то там написала все сережки а что ты сама ешь девочки мне достаточно бутерброда с колбасой и сладости все и я сытая мне вот вываливать там чего-то не обязательно я могу и так просто букву маслом намазать не хватает я понимаю что это ненормально вот такое все время кушать бутерброды до хлеб я люблю хлеб вообще обожаю хлеб я его ем много любой неважно черный серый белый любой естественно вот сладость такая мне неправильная еда не могу там мясо поесть особенно если гриль но в основном вот так вот не знаю до скольки артем там будет он уехал уехал повез свои камни две недели вытачивал выпиливал выбивала те камни это самое при транспортировке естественно где нигде уголочки надломились а это уже минус оценка я говорю ну как ну как вот и тем более ему машину не давали переворачивать эти глыбы да они вручную переворачивали ну естественно что обломится тошна до учитывать никого ничего не волнует ягру хер на них вообще погода тоже самое у нас это пишет у кого-то нет дождей у нас сегодня были дождей еще будут по моему она она в течение дня уж три раза менялась поэтому все тоже самое серёжа уехал на работу я постель поменяла везде прибралась теперь стираю ну как обычно вот все время ноешься ноешься девочки вы до сих пор не поняли мне контент такой вы не поняли до сих пор у меня вот контент такой ныться так что они не особо не рвите то пятую точку не напрягайте а то может что-нибудь лопнуть при этом заходят и смотрят парадокс остренький ножичек вот вроде выпила с утра таблетку более-менее так было прошло теперь опять начинаю ну я еще раз переживала что пацан поехал то сижу переживаю все нормально было поэтому и такое состояние уже скорее бы сдал эти экзамены нормально и все вчера психов столько было надо на компьютере компьютер толком не идет что-то зависает то 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 это мама дорогая и надо закончить их 4 ему вставать ехать далеко постоянно нервотрепка вот это вот они все хотят онлайн все когда через компьютер а уже я взяла самый дорогой тариф у меня интернет а все равно нет нет бывает что-то случается то бумага закончится то краска закончится психует вот такие вот дела вот хожу потихонечку ковыряюсь сережа орет нам просто я знаю что это никто не сделает кроме меня а когда мы не сделаем она тоже меня раздражает поэтому вот такая потом тоже писал типа нахрен тебе это все вот живи в свое удовольствие там типа здесь машины заменяют большую часть работы 5 10 катайтесь туда ездите туда ходите туда кинотеатр такой кинотеатром нет прикольного ничего прикольного нет кинотеатре для меня вот легче отдохнуть книжку ведь какую-то почитать больше отдых да вроде и так везде ездим если три раза в год это мало в отпуск ездить не знаю тогда сегодня аксанида уже выслала если все нормально будет нужно знаю куда на следующий год поедет ну такой знаете недельный беговой отпуск достопримечательности посмотреть еще чего-то предлагает сицилию говорит поживем если все нормально будет то надо съесть но надо то поедем какие проблемы алене что собраться только подпоясаться не знаю если это еще мало я не знаю просто у меня больше столько пусков нет серёжа суши сейчас картошечку фарш растаивает а я себе сначала супчик сварю то что я ем не всегда серёжа есть он будет кушать но без мяса ему лучше чем мужику мясо надо то что я серёжа варю не всегда артема есть поэтому вы знаете если настало в 4 часа запах каких-то цветов прям такой сильный запах каких-то приятный запах цветов я думаю барбарис у нас покосили думаю чё это может так пахнуть потом пошла опять ложится уже артема отправила опять ложится и серёжа проснулся ты чувствуешь окно открыто ты чувствуешь видишь запах я говорю запах цветов каких-то он говорит ну прям утром стало тишина ну как тишина один кто-то алкаш где-то вдалеке орал как ненормальный и вот этот приятный запах такое ощущение как будто ты где-то на даче в деревне чего за цветы не знаю прям такой резкий не знаю или траву траву тоже вроде косили чё за дерево чё за кустарник не знаю прям такой запах приятный был ваша комната вся запах вот этим запахом это ладно на балкон выходила это прям в комнате такая свежесть не знаю что за растение сделала вчера эту маску на пятку с масло и это она потом растаяла одну всю постель замарала ночью поднялась хотя сделала мешочек целлофановый все вроде так плотно поднялась ночью с него ее не знаю сегодня не сильно так попаливает посмотрим попробую поделаю потом там еще написали с водкой как-то благо водки до хрена дома можно будет попробовать чего-нибудь картошечку мы почистили такая вот пьяная а я вообще считаю вот когда вот в семье у людей все хорошо все прям на позитиве-позитиве они вот не будут искать человека который могут гадости писать правда ладно я у меня характер такой неуравновешенно я люблю я вот тут вот вот этого страсть вот прям люблю я это скандалы интриги а сами подумайте с кем мне еще поорать если не здесь сереже не поорешь он молчит он умный у меня как я могу на сережу кричать так поставила я картошечку это значит пускай стоит вот такие вот дела и вообще так серьезно воспринимать все не принимать так близко к сердцу надо зачем тоже за вас переживаю я понимаю там есть девчонки такие же духом как и я вот такие мне нужно которая понимает мой юмор мои шутки так девочки я просто сделаю такой супчик за те рушечку моя бабуля такой супчик делала так духовке все по вытаскивала все кастрюли духовку и помыла на такие плавные были чем морозилку разморозить к сереже дома был и все что-то она стягивает тучки в окошко у меня там белье сушится пока не надо тоже что там в мире делается где эти придурки то приклеились дюссельдорфе где они приклеились в аэропорту то это же надо до такого додуматься зараза еще про сочили же туда в аэропорт столько рейсов отменили из-за них вот честно так взяла за шкварку блять как дернула все бы подклеивались им пофиг то что люди страдают куда-то спешат вообще по барабану мой кошмар смотрела снимали короче приклеились они к дороге и вылез мужчина иначе начал на них кричать сразу полицейские подошли он на них пэнеры сказал полицейский сразу так нельзя на них говорить вы заплатите штраф выговорит выговорит понимаете что вы творите у меня пациент я доктор мне у него говорит сейчас операция он говорит сейчас должен уже получить наркоз он горит наркоз просто так получит потому что я не могу доехать до места работы сделать человеку операцию а им похер им похер он говорит вы не работаете ничего не делаете типа приклеились сюда а полицейские говорят не оскорбляйте не оскорбляйте правильно я тоже не надо оскорблять надо подойти с ноги как дать и пускаю приклеивается где-то в горах кавказа ничего не понимаю там человек умирает там рейсы задержали не все же люди едут на отдых кто-то едет по делам срочным кто-то действительно пакетки похер мороз не заматерилась они от нематершины я вам уже говорила об этом вообще вообще я не знаю как по почему правительство не следит за этим почему органы не следят за ними и ой сколько же земля дебилов-то нарожала господи помилуй тошна до такому случится уже не знаю где приклеится ну езжайте на луну летите там приклейтесь мама дорогая чем людям у людей так жизнь непростая еще вот они клеятся взяли бы друг дружки приклеились не хотели бы как гусеница уже не знаю что придумать честно уже не знаю что придумать ведь такое делается одни по одеваются кублин пораздеваются наоборот сиськами голыми флаг на своей стране нарисуют бегают что-то провокаторши а вот вы мне скажите вот просто с флагом выйти демонстрировать она видать не так надо сиськи оголить вот сиськами бегать да она видать так приятнее лечу я вот не могу понять я все понимаю люди протестуют против всего но сиськи то голые зачем зачем сиськи голые я не понимаю или так на них быстрее обратят внимание что ли нахожу полностью тогда раздевайтесь чё вы чё вы творите люди чё вы творите я в шоке эти клеятся фу девочки не могу они открывают окно на кухне они курят в доме вот это вот запах старого никотина все представляете мне в этот а я сейчас очень сильно чувствую запахи все фу фу аж до тошноты кошмар какой то сейчас же лето ну курите вы на балконе господи помилуй чё его в доме курить тем более все в один паровоз не знаю так вот короче говорю приклеиваются сиськи оголяют чё-то орут краской красной себя обливают и они так почему-то свято верят в то что их услышат и сделают все то что они хотят зашибись вроде цивилизованные страны чё творят канадцы ну да ладно просто я говорю вот так не скоро ничего не может пройти люди умирают они вот за экология то что там люди мрут похерили на все одни стичками бегают другие супер клеем бегают я вообще в шоке красота красота не житуха все кто-то выражает в чем-то свое недовольствие и ничем можно а мне нельзя интересно девки пляшут я же титьки не показываю нормально выраживаю свое недовольство такие вот пирожки с малиной интересно когда детеныш приедет мой чтобы поставить ему это мясо или сейчас ставлю включу духовку вот он подогреет без понятия детей крышек и срывает с этими экзаменами столько много учить учить а потом больше половины тебе там не пригодилась вовсе ничего все будет хорошо когда-то шару закончится этот весь маразм земля сейчас испытывает очень тяжелое время она не первый раз такое уже было в мире поэтому ну подумаешь попали мы наше время это происходит как раз мы выпало выпало нам это лицезреть затярушечку сделала пойду вывешу бельишка девочки и все у всех будет хорошо сколько мне написали которая мучиться с головой это ж вообще это ж катастрофа со всех стран и у всех одна и та же девоньки у всех одна и та же проблема вот головная боль а мужики нам еще не верят заразы за сказала голова болит значит голова болит ой да так что все выздоравливайте все будьте здоровы все у нас будет нормально все вот это то что вот квакает негатив всех нахер посылаем и живем свое удовольствие я уверена будет легче на один комментарий ответе там женщина какая-то писала что и нерационально расходу и все да то бишь я жжу без меры а потом я болею и бегаю по врачам мне выписывают медикаменты то все пятое-десятое когда это кому-то нужнее то действительно более во первых не вы меня кормите не за ваши деньги я кушаю во вторых если вы считаете раз в год я пошла к врачу это много хотя я плачу в кранкин кассу на медицинскую страховку каждый месяц такие деньги что я должна ходить туда каждый месяц что врач мне вчера сказала алена горит я тебя потеряла где ты была вот в октябре тебя не было там тебя не было там тебя не было там тебя не было год я тебя не видела понимаете я считаю что давайте каждый будет следить сам за собой да сколько мне кушать чего мне кушать и так далее да и какие медикаменты какие медикаменты мне кто чего выписывает ну дали таблетки от головы и чё и чё она говорит почему ты не пришла ты два раза брала медикаменты игорь тебе их нужно пить постоянно почему ты не пришла не забрала целый год тебя не было я говорю я забыла я забыла что их надо пить или может я их сама себе тоже отменила чё за бред вы несете господи ну уже умерте свой пыл потом вы говорите чё алёна орёт не нравится алёне так вот алёна и орёт я люблю сколько раз говорю я люблю орать командный голос вырабатываю ёпер анти-театр так что показала один раз ходила к врачу раз в году сходила к врачу все это сарафанчик и такой хорошим не жарко ничего не будет не жарко принципе мой катастрофа прям целая не делайте проблем там где их нет пожалуйста пожалуйста бардак у меня такой все включая мясо пускай жарится что я не могу знать когда он приедет когда чего пусть эта дорога тоже все супчик себе сережа все равно придет пол одиннадцатого ночью накупил персики бананы вишни накупил кто это будет все кушать испортится компот надо сварить такие вот дела всем всего доброго всех люблю всех целую всех просто обожаю